Добрый вечер, дорогие подписчики. Сегодняшний разговор посвящаем физической активности или физическим нагрузкам. Кому как удобнее говорить, кому как удобнее называть этот вид оздоровления. И это, по-моему, впервые в моем блоге, когда я говорю о физической практике. Как-то почему-то до этого не доходили раньше мои руки и мои ноги. Хотя сама я, конечно же, всегда уделяла внимание какой-то физической практике. И мне никогда не было чуждо внедрения и спорта в мою жизнь. И был спорт, и была физическая культура. Но когда я себя стала позиционировать как эксперт по эндуропатии, по здоровому образу жизни, почему-то на первое место у меня вышли питание и очищение организма. Наверное, потому что для меня эти вещи были решающими. И именно эти вещи сделали доброе дело в моей жизни. То есть они меня вывели из застоя в более здоровое, живое состояние, в котором я пребываю и сейчас. Ну, пока я обо всем этом рассказывала в своем блоге, все вот эти, сколько, 7 лет, да, 7 лет я веду блог. И пока я рассказывала все эти важные вещи, как я сама меняла питание, как я сама очищала организм и как это делают сейчас люди, которые приходят ко мне в мои марафоны. Я все это время оставляла за бортом тему физических нагрузок, потому что не считала себя компетентной для того, чтобы что-то здесь кому-то советовать и объяснять. Но сейчас просто созрело уже до того, чтобы понять, что внедрение физических практик любых в жизнь, оно неминуемо, просто неминуемо, когда вы начинаете оздоравливать свою жизнь, меняя питание, занимаясь очищением организма, вы неминуемо все равно сталкиваетесь с необходимостью внедрять физическую практику в свою жизнь, просто потому что это очень тесно увязано с теми физиологическими процессами, которые протекают в теле, когда вы начинаете там что-то менять. В любом случае меняется функционирование органов и систем, меняется обмен веществ, меняется восприятие вашего организма в общем и целом того, что в него теперь поступает. То есть если раньше восприятие было одним, то теперь оно меняется на фоне того, что по-другому функционируют его органы и системы. То есть вы как будто бы становитесь несколько другим человеком. И на фоне всех этих изменений очень важно следить за тем, чтобы ваши внутренние процессы, которые протекают в теле, гармонично вписывались в вашу жизнь. Я, может быть, немножко сложновато говорю, я попробую это объяснить более простыми словами. Просто когда люди, незнакомые раньше с практикой очищения, незнакомые с естественным питанием, начинают что-то здесь такое практиковать, что-то пытаться внедрять и как-то производить с собой какие-то манипуляции, у них в голове часто бывает такое представление, что вот это вот есть волшебное средство. Вот он сейчас питался так, а вот сейчас он будет питаться по-другому, а плюс он еще зайдет в условное голодание по марве аганян, почистит свой организм, и все как по мановению волшебной палочки, все сразу станет прекрасно. То есть появится куча здоровья, появится легкость, уйдут хронические заболевания, он быстренько снизит вес, и будет все прекрасно и здорово. Вот многие приходят именно с таким настроем, что вот сейчас мы все сделаем и все будет хорошо. Но при этом они забывают о том, что вот это вот все, что они запланировали, смена питания и очищение организма, оно должно вписаться в их тело, в их организм, просто как естественная составляющая. И очень большую роль в этом будет играть и физическая подготовка. То есть можно замечательно изучить теорию, можно замечательно начать все практиковать, и делать все по методике, и все там буквально вешать в граммах, и именно все делать по расписанному. Но если тело физически не готово вот это все принять, то результат может быть не совсем тот, которого человек ждет. И получается притормаживание на месте. То есть а как тело может быть не готово? А оно может быть не готово в том плане, что нарушено кровообращение. То есть человек пытается наладить обмен веществ, но при этом он как бы пробуксовывает на месте, потому что его кровеносные сосуды пережаты. И кровоснабжение должного не получается. В результате их страдает еще и работа лимфатической системы, потому что эти сосуды идут параллельно. И таким образом человек как бы желает себе лучшего и делает как бы себе лучше. Но вот эта физиологическая составляющая, которая отстает от его передовых мыслей, которая тормозит, которая создает блоки в его теле, она не дает возможности получить ему те самые прекрасные результаты, какие может быть получает человек, который более готов физически и физиологически. Вот теперь я думаю, вы меня поняли, что можно желать очень хороших вещей себе и можно понимать прекрасно эти вещи, но на практике, когда человек начинает внедрять эти вещи, вот эти натуропатические методы оздоровления, он бывает часто не готов. И таким образом я пришла к выводу, что нередки случаи, когда моя работа просто сводится к нулю из-за того, что у людей либо ничего не получается, либо плохо получается. Просто их тела не готовы это воспринимать. И вот тогда я поняла, что необходимо очень плотно, близко подойти всё-таки к теме физических практик. И как бы люди не сопротивлялись, как бы им не было лениво заниматься какими-то физическими практиками, это всё равно придётся сделать. Но мы столкнулись просто с этой неизбежностью вот теперь. И придётся это внедрять. Именно поэтому я ввела в свой марафон двух специалистов, одного по йоге, а другого по пилатесу, для того, чтобы они на базовом, совершенно базовом уровне начали учить моих подопечных, как управлять своим телом на базовом уровне. Надо признать, что основной контингент моих марафонов, моих консультаций, моих курсов, это всё-таки женщины. И всё-таки это женщины возрастные, будем так говорить, да. И не только возрастные, но ещё и почти всегда с какими-то уже хроническими заболеваниями. Есть, конечно, и молодые, и довольные, там 40, 30 лет. И слава богу, есть женщины без хронических заболеваний, но большинство всё-таки приходит уже, так сказать, покоцанной жизнью. У кого-то опорно-двигательный аппарат пострадал, у кого-то там уже внутренние органы некоторые вырезаны и так далее. То есть, всё бывает серьёзно, всё бывает запущено, и очень много запущенных ситуаций с весом и с обменом веществ. И когда такие люди приходят в марафон, и когда им начинаешь говорить, что необходимо заниматься физическими практиками, или физкультурой, по-другому говоря, у них просто ступор наступает в этом моменте, потому что они понимают, что они не готовы. Они не готовы сейчас вставать с дивана и начать шевелить ногами и руками, чтобы здоровый образ жизни был более комплексным. И поэтому я поняла, что я не нахожу просто убедительных слов. И я привела в свой проект двух инструкторов по пилатусу и по йоге. Надо сказать, что они мои бывшие подопечные. То есть они когда-то несколько лет назад проходили у меня такой же марафон. Они точно так же решали свои проблемы. Но это были люди, то есть девушки, женщины, которые имели уже отношение к спорту, к йоге и к пилатусу. И поэтому у них как раз получилось очень здорово решить свои проблемы. И когда через какое-то время они вновь возникли на моем горизонте, я была очень рада увидеть, что у них есть результаты. И это еще раз меня убедило в том, что люди, которые физически более подготовлены, получают более эффективные результаты, более быстрые результаты и более устойчивые результаты, то есть такие крепкие, с которых уже практически не сходят. Под результатами я имею в виду вес, стабилизация веса, нормализация обмена веществ, улучшение самочувствия и улучшение количества энергии. Именно это и произошло с этими двумя женщинами. И я предложила им войти в мой марафон. Марафон уже не в качестве подопечных, а в качестве инструкторов. И они это сделали. И вот теперь мои участники марафона проходят вот эти уроки. Уроки очень легкие, очень базовые. И они основаны в основном на снятии блоков и спазмов в теле. И вот теперь я подхожу к самому главному моменту, то именно на чем я хотела сконцентрировать свое внимание сегодня, в сегодняшнем разговоре. Дело в том, что большинство женщин, людей, которые приходят ко мне в систему оздоровления, совершенно очевидно, имеют глубокие спазмы, мышечные спазмы. Я уже в одном из вебинаров говорила о том, что мышечные спазмы приводят к различным расстройствам функциональным. То есть это может сказываться и на некорректной работе сфинктеров различных, и работе внутренних органов. И сказывается это на пищеварении и на обмене веществ. Но это легко понять, потому что у нас все взаимосвязано. И вот эти вот самые внутренние спазмы и блоки, с которыми женщины приходят в систему оздоровления, мешают им получать вот те самые результаты, за которыми они идут. Поэтому все упражнения, которые мы практикуем на марафоне, они все связаны со снятием спазмов и блоков. Я обещала рассказать вот эту оконцовочку этой истории, которую я дала сегодня утром, начало. И она имеет прямое отношение вот к тому, что я сказала сейчас про спазмы и блоки. Это была возрастная женщина, которая пришла снижать вес, ну и там решить некоторые проблемы по здоровью. И все хорошо получалось, и там месяц, и второй, все было замечательно. И потом вот она пропала, и спустя какое-то время, когда я спросила, куда она пропала, что с ней случилось, оказалось, что она решила вот на этой эйфории, да, что так все здорово у меня получается, она решила еще добавить физическую нагрузку. И она ее добавила очень резко. То есть она просто стала совершать такие большие броски, марш-броски, да, или там походы в быстром темпе по лесам, по полям, там то с палками, то без палок. И в итоге она так взяла такой быстрый темп, так перегрузила свои конечности, что у нее случился разрыв связок. То есть я не знаю там, конечно, я не присутствовала, не знаю там, как нужно было быстро идти или бежать, но это была травма, и в итоге она оказалась сначала прикованной к постели, потом это были костыли, и это была печальная история. И конечно, было очень жалко, что вот эта песня оборвалась на взлете, что вроде бы был такой хороший начало, потом бац, и вот такая история. И к сожалению, такая история не единична. Очень часто женщины, которые приходят снижать вес и заниматься своим здоровьем, услышав про то, что нужно еще и физически себя как-то развивать, чтобы снимать эти блоки и спазмы в теле, вместо того, чтобы на самом деле снимать вот эти спазмы, они входят в еще больший спазм. И делают они это через усиление физической нагрузки, и часто это совсем не та нагрузка, которая нужна. То есть, что делают женщины? Они идут в зал, они начинают качать пресс, качать мышцы, таким образом они себя как бы профилактируют от провисания кожи. То есть, они считают, что сейчас начнется снижение веса, сейчас кожа начнет обвисать, вот чтобы она не обвисала, надо быстренько себя подкачать, и тогда все будет хорошо. И начинается вот это резкое увеличение физической нагрузки, которая в самом прямом смысле нагрузка. и у меня есть еще одна такая печальная история, когда тоже женщина пришла и начала снижать вес прямо очень хорошо, и потом сообщила радостную новость, что друг ей подарил абонемент фитнес, ну, короче, в зал, тренажерный зал, вот. я кстати ее тогда предупредила, говорю, ну, ты все-таки поаккуратнее, потому что опыта особого не было у нее, я говорю, начиная с минимальных нагрузок, чтобы себя не повредить, но к сожалению не получилось у нее начать с минимальных, к сожалению она тоже получила травму, у нее там произошло какое-то смещение в позвоночнике, в общем она слегла, это была тоже печальная история. Ну, не могу сказать, что у меня все истории такие печальные, вот две буквально, которые я просто хорошо помню, о которых я очень сожалею, но очень часто бывают какие-то мелкие неприятности, когда именно на спазмы в теле накладываются новые спазмы. Спазмы в теле мы получаем в течение всей жизни, вот буквально с самых раннего возраста, когда мы занимаемся может быть секциях, да, или там физкультурой, спортом, или просто в любительском режиме, когда мы работаем физически, когда мы совершаем какие-то монотонные действия, например, копаем огород, или когда мы готовим на кухне еду, и у нас напряжен плечевой пояс, или когда мы сидим за компьютером весь рабочий день, ну и так далее, и так далее. Очень часто мы совершаем монотонные движения, которые приводят к спазму определенные группы мышц. И поскольку все мышцы в организме у нас связаны между собой, то постепенно спазм одной группы мышц тянет за собой, все больше и больше захватывает, и спазм увеличивается, и постепенно это может затронуть, если, скажем, сначала там было не менее двух пальцев, потом может пойти выше, и до локтя, и до плеча, и вплоть до того, что перестает даже двигаться весь сустав плечевой. И все это происходит из-за спазма. То же самое с остеохондрозом. Я и сама когда-то считала давным-давно, что остеохондроз это какое-то заболевание, которое генетически передается. Ну вот у меня такие были в молодости. как понятие на самом деле все начинается просто со спазмов. Когда спазмируются мышцы в поясничной области, и мы не умеем их вовремя расслабить, и это приводит к еще более глубокому спазму, это приводит к пережатию сосудов, к нарушению кровообращения, к нарушенному питанию тканей в этой области, и развивается хронический воспалительный процесс, который потом затрагивает и позвоночное диски и так далее, и вплоть до разрушения. А начинается все с банальных спазмов. И, к сожалению, мы не видим эти спазмы внутри себя, мы можем только о них догадываться, но очень часто не догадываемся и живем вот с этими спазмами, и постепенно выращиваем сами себе эти воспалительные процессы. так вот, когда вы начинаете заниматься собой, имея уже лишний вес, имея спазмы внутри себя, а практически все их имеют, особенно если это лишний вес, то это совершенно точно, спазмов там много, потому что они еще вызваны лишним весом дополнительно. То есть, когда вы начинаете вот эти все производить манипуляции с питанием, очищением, детоксом и прочими вещами, главное, что нужно понимать, с чего начинать свои физические практики, это только снятие спазмов и блоков. Вот пока вы не снимете эти спазмы внутри тела, они могут быть где угодно, в любой части тела абсолютно, и в шейной, и воротниковой зоне, и в руках, и в ногах, в пояснице, и спина, абсолютно в любой зоне могут быть спазмы. А как правило, они бывают вообще везде. Для того, чтобы снимать спазмы, достаточно просто научиться делать самые элементарные растяжки и найти какой-то комплекс растяжек, это проще простого. Просто набрать слово растяжки в поисковой строке и можно найти очень много самых простых упражнений, для которых совершенно не нужно посещать никакие залы. Для этого подойдет коврик, подойдет дверной проем, подойдет, вот, например, у меня дома черенок от лопаты, просто положен новый черенок, гладкий, обструганный, просто положен на створке дверей, и каждый раз, проходя мимо дверей, например, в туалет или из туалета, я берусь за этот черенок и делаю полувиз. Я не делаю полный виз, я делаю полувиз, и это позволяет мне хорошо прорабатывать и шейно-воротниковую зону, ну, и поясничную в том числе, потому что я делаю такой хороший полувиз, что у меня там все даже хрустит, так тело хорошо растягивается. Вот, то есть здесь все очень просто. И вот эти уроки, которые преподают мои девочки на марафоне, уроки пилатеса и йоги, они в основном тоже рассчитаны как раз на таких вот тяжелых, запущенных, зашлакованных людей, и они очень-очень простые и базовые, ну, просто легче уже не придумываешь, то есть самый начальный уровень. И они тоже в первую очередь преследуют цель именно снятия блоков и зажимов. Конечно, это все замечательно. Качаться в зале, бегать, ну, не знаю, там, какие еще разные виды нагрузок, да, фитнес, все что угодно. Любые нагрузки хороши и они уместны, но для них есть свой определенный этап. То есть пока вы находитесь на начальном этапе, ну, например, у меня на марафоне, вы не можете пойти сразу глубокие такие тяжелые нагрузки, да, и накачивание прессы и так далее, пока вы не снимете себе спазмы. И вот сейчас я хочу вам рассказать еще об одном способе, и я о нем уже упоминала немножечко, да, вчера, позавчера. еще одна методика, которая как раз позволяет снимать вот эти самые спазмы и блоки, но она совершенно не вызывает никакого напряжения в теле. Я говорю сейчас о цигун. Я даже специально сегодня одела свою рубашечку, костюм, в котором я занимаюсь цигун, и вы видели ролик с я делаю цигун в этом костюме. Цигун это, да, вы скажете, ну, это там пришло из Китая, это неважно, откуда что пришло, потому что пилатес, он тоже, да, его тоже можно сказать, что он откуда-то там пришел из Америки или откуда. Йога тоже откуда-то пришла, из Индии или еще из какой-то страны. На самом деле совершенно точно нельзя сказать, что откуда пришло, потому что возможно, что цигун, он тоже был ранее и не в Китае, а где-то еще, а может быть в Китае он просто пришел. Это на самом деле вообще не важно. Когда речь идет о здоровых практиках, которые действительно приносят здоровье человеку, то совершенно не обязательно разбираться в том, откуда что пришло и подходит нам это или не подходит. это придумали люди, причем много, очень много веков назад и уже здесь все продумано и все уже проверено многократно на поколениях людей и есть доказательства и полная убежденность в том, что это работает. Как я познакомилась с цигун? Конечно, я тоже никогда не знала о том, что такое цигун, и познакомил меня мой сын. В 2014 году он съездил в Шаолинь, это была поездка связанная с темой здоровья, и там как раз их учили вот этой практике цигун. поначалу это как он мне рассказывал это было что-то совершенно непонятное, какие-то непонятные движения, которые надо было повторять, но смысл которых никто не мог уловить, что это или чего это. Но постепенно как-то это стало очень органичным, потому что каждое утро начиналось именно с цигун, и день заканчивался цигун, в течение дня они делали это неоднократно, и постепенно они прониклись вот этой практикой, она как-то очень органично влилась, и каждый стал для себя что-то вдруг понимать, а понимать там на самом деле нужно только одно, потому что цигун это переводится как работа с энергией, на самом деле цигун это практика, которая позволяет человеку снимать блоки в теле, убирать вот эти самые застои и зажимы, в том числе энергетические застои, я думаю ни для кого не секрет, что в нашем теле внутри есть определенные каналы, по которым течет энергия, так вот если эти каналы забиты, перекрыты, за тормоз, ну как сказать, ну как вот тело зашлаковано бывает, да, и у нас там случаются вот такие застойные явления, точно так же это может происходить и с энергетическими каналами, когда в теле есть физический застой, то энергетический само собой тоже имеет место, так вот цигун это практика, которая позволяет убирать вот эти энергетические застои и позволяет энергии проходить свободно через все тело, цигун связывают с китайской народной медициной, вот чтобы вы не путали китайская не народная медицина, а традиционная медицина, китайская традиционная медицина, это как раз методы оздоровления с помощью природы, которые основаны на традициях, а традиции в Китае очень древние, и вот эта практика, которая основана на традициях, она говорит следующее, здоровым можно считать только того человека, у которого ци циркулирует по каналам беспрепятственно, то есть вот на что направлена эта практика, и когда сын вернулся из Китая и познакомил меня с этой практикой, я тоже поначалу восприняла это как что-то непонятное, что-то непонятное, куда-то там руки, куда-то там ноги, куда-то голова, и что при этом нужно думать, мне было сказано так, ты просто пока повторяй, и потом твое тело само поймет для чего это нужно, и это на самом деле так, когда мы изучаем цигун, вообще можно не думать о том, для чего нужно то или иное движение, просто надо довериться этой практике, потому что эти движения, они уже давным-давно были все придуманы, продуманы, отработаны и переданы через многие поколения и вплоть до сегодняшних дней, поэтому когда мы начинаем это практиковать и когда мы повторяем это изо дня в день, изо дня в день одно и то же, постепенно приходит вот это понимание но не головой понимание, а понимание телом, что в нем происходит, а в нем происходит именно то, что мы называем снятием блоков, и это очень чувствуется, это ощущается просто на физиологическом уровне, вот почему я называю цигун практику, как физической, так и энергетической, тут даже трудно разделить, потому что на самом деле, когда вот эти блоки снимаются и освобождаются, ты чувствуешь одновременное освобождение просто вот по всем своим фронтам, это легкость телесно-душевная, я бы так ее назвала, телесно-душевная легкость, и когда вот с этой телесно-душевной легкостью ты параллельно практикуешь еще и другие методы натуропатии, такие как естественное питание, такие как очищение организма, то вот как раз как раз вот тут наступает вот то самое как это когда все воедино слилось и срослось и получился тот самый вау-эффект, который мы все ждут. Вот именно цигун, почему-то мне именно цигун близок с в связи с практиками очищения и изменения питания, именно цигун. И с тех пор, как я узнала этот цигун, я его очень активно стала практиковать с 2016 года, с того момента, как пришло в мою жизнь условное голодание по огоням, и с тех пор, как я стала менять свое питание. на сегодняшний день я не могу совершенно утверждать, что я какой-то там какой-то я там вообще суперпрактик цигун, что я какой-то там учитель, нет. Я считаю себя очень-очень любителем, причем таким любителем прям совсем любителем, то есть я даже не собираюсь никого учить этому цигун, но в прошлом году мы с сыном, точнее не мы с сыном, а он сам высказал такую мысль, что он хочет сделать обучающий курс по цигун и сделать его именно для начинающих людей, которые только-только с нуля начинают его изучать. Мне тогда эта идея очень понравилась и сказала, что я обязательно ее поддержу и если нужна какая-то моя помощь, конечно, мы это все сделаем вместе. И мы сделали такой курс. Он действительно для начинающих. и там нет ничего такого, что можно было бы назвать неподъемным и невозможным для повторения и для изучения. Там все очень просто, там совершенно базовые вещи. Это цигун, который вообще цигун, у него много разновидностей. Вот эта разновидность называется 8 кусков парчи. Может быть, вы это слышали. 8 кусков парчи или 8 отрезов парчи. И он действительно очень-очень такой базовый. И я прямо сплю и вижу, чтобы у меня все, кто приходит ко мне на очищение и на проработку своих телесных проблем, чтобы все проходили через этот курс. Но пока я решила ввести как бы тестовый такой тестовый этап. И сейчас я набираю группу людей в марафон, которым я подарю вот этот курс по цигун просто в качестве бонуса за то, что они вступили в мой марафон. И с этими людьми у нас будет особый разговор, может быть, более пристальная работа на марафоне, потому что это, наверное, будет экспериментальная группа. То есть до сегодняшнего дня я еще пока не внедряла цигун вообще никогда и никуда. Он существует как отдельный самостоятельный курс. Его там покупают люди периодически, ну, те, кому это нужно. Но вот в марафон я его еще никогда не внедряла. и мне вот пришла такая мысль в голову, что было бы интересно посмотреть, насколько будут отличаться результаты людей, которые будут практиковать очищение вместе с цигун, от результатов тех людей, которые проходят просто очищение с эфирными маслами, с питанием, с пилатесом, с йогой. и здесь у меня будет такая вот еще группа теперь по цигун. Поэтому я сегодня хочу пригласить тех, кто еще пока не в моем марафоне, марафон здоровья и стройности, где мы занимаемся снижением веса, где мы занимаемся оздоровлением, в общем и целом, где мы учимся разбираться в причинах заболеваний и ликвидировать эти причины. То есть мы работаем с хроническими заболеваниями с точки зрения ликвидации их причин. Мы используем эфирные масла, мы используем коррекцию питания, мы учимся питаться естественным образом. Вот это все мы делаем на моем бессрочном марафоне. Если есть уже сейчас желающие, я готова с сегодняшнего дня начать прием заявок люди, которые придут на марафон и будут изучать параллельный цигун. Еще раз скажу, что курс по цигун дается бесплатно в качестве подарка вот этой тестовой группе. Я буду набирать эту группу примерно до 14 февраля. Я так думаю. То есть я себе наметила до 7 февраля делать этот набор. Как только я наберу людей, 14 февраля мы начнем нашу работу, практикуя этот цигун, практикуя все остальное, что я сказала и посмотрим, какие у нас будут результаты. Ну, как войти в марафон, это можно посмотреть по ссылке в шапке профиля и отдельно даю в чате Телеграм. Можно спросить у меня в личку эту ссылку, как войти в марафон. Буду ждать вас тогда в мою экспериментальную группу. сейчас готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Как вы относитесь к тому, что нужно еще психологически прорабатывать проблемы, связанные как с весом, так и спазмы и блоки? Ведь проблемы начинаются с головы. Ну, вообще, я да, я согласна, что психологическая проработка тоже нужна, но она не может существовать, психосоматика, будем так называть, то есть психологические проблемы, которые возникают из головы, они не могут существовать сами по себе и сами по себе вызывать увеличение массы тела или приводить к какому-то заболеванию. Психологические проблемы заставляют человека изменять пищевое поведение, то есть вот эта вот фраза «заедаю стресс», она же сплошь и рядом, то есть все равно психологическая проблема возникает, но она приводит к лишнему весу через цепочку событий, через ваше желание как-то снять стресс, через ваше желание съесть какую-то еду очень тяжелую может быть или сладкую мучную через ваш неконтролируемый аппетит, когда вы делаете очень большие порции, когда вы кушаете чаще, чем надо вам было, то есть все равно это посредованно. Да, я понимаю, что психологические причины имеют место и конечно с ними нужно работать, но здесь цепочка событий, здесь все связаны. Я не психолог, то есть у меня нет психологического образования, но когда речь заходит об индивидуальной работе с человеком, то есть в группе работать с психологическими какими-то такими установками довольно тяжеловато, потому что психология это индивидуальная вещь, согласитесь, люди все разные приходят в марафон, а вот когда человек приходит в индивидуальное сопровождение, там да, там проще, потому что там один на один с человеком, там он тебе что-то может рассказать такое, что он никогда не расскажет в группе какие-то свои очень интимные такие вещи, очень личные и ты начинаешь понимать, что вот есть зацепка, есть зацепка и ты через нее можешь выйти как-то на то, чтобы выровнять человека, психологические вот эти моменты они снимаются разными вещами, где-то достаточно просто разговора, да, и у человека что-то там такое вот перещелкивает, где-то мы подключаем эфирную терапию, то есть мы воздействуем на эмоции человека с помощью эфирной терапии, у нас есть целые схемы, есть протоколы, есть просто отдельные масла, которые работают над той или иной психологической проблемой, а точнее эмоциональной, потому что эфирные масла и эмоции это очень взаимосвязано, даже есть целая книга такая, называется эмоции и эфирные масла, и прочитав эту книгу, наверное, можно даже стать психоаромотерапевтом, настолько интересные знания ты получаешь, когда понимаешь, насколько тесна связь между эмоциональной сферой человека и эфирными маслами. Мы занимаемся этими вопросами на марафоне тоже, не могу сказать, что мы супер-пупер профессионалы, но между прочим, у меня на марафоне есть и психологи, и если у меня из моих подопечных вышли и инструкторы йоги, и инструкторы по пилатесу, и стали преподавать марафонцам, то я не исключаю, что может быть в ближайшее время у меня выйдет и кто-то из психологов из моего марафона и скажет, Майя, давайте я буду какие-нибудь там уроки по психологии или какие-нибудь проработки давать. Вполне возможно. Вот когда я думала там как тему назвать этого сегодняшнего эфира, я же понимала прекрасно, что у меня это все сведется к одному, к снятию спазмов и блоков и к тому, что я предложу вот эту штуку с экспериментальной группой, но тем не менее я знаю, что люди все разные и у каждого какой-то определенный вид физической активности или нагрузки будет в любимчиках. То есть кто-то очень любит плавать, просто фанаты плавания, кто-то очень любит ходьбу с палками, кто-то очень любит в зале на тренажерах, ну у всех разное, у кого-то йога, кому что, да, у меня вот лыжи я очень люблю кому-то волейбол и так далее, велосипед, коньки, все что угодно, но в любом, еще раз повторю, да, что в любом виде физической активности или физической культуры или спорта, да, как угодно можно называть, мы всегда имеем дело с напряжением, это всегда напряжение мышц, поэтому как бы, чем бы мы не занимались, да, каким бы видом спорта или физкультуры мы не занимались, мы всегда обязаны после тренировки расслабить мышцы, растянуть, и это называется заминка, да, есть разминка, когда мы разогреваем мышцы, есть сама тренировка, есть заминка, так вот, то есть, когда мы просто расслабляем мышцы, во время тренировки мы мышцы нагружаем, и если мы их не будем расслаблять, то мы опять придем вот к этому самому эффекту глубоких спазмов, и вся наша физподготовка, она просто И вот когда я говорю про цигун, я имею в виду, что именно вот эта практика не дает никакого напряжения телу. Все упражнения выполняются очень плавно, очень естественно. На, скажем так, как будто бы вы находитесь в воде и вы следуете каким-то там естественным движением тела. И при этом практически все мышцы расслаблены. И именно эта практика цигун, ее очень полезно делать после любой физической нагрузки, потому что она как раз дает возможность прийти в баланс, прийти в антиспазм, будем так говорить. То есть это практика антиспазм. Поэтому она универсальна. И даже если вы скажете, нет, я вот люблю, я фанат фитнеса или еще чего-то. Хорошо, будьте фанатом фитнеса, но при этом делайте еще и цигун, и это точно не будет хуже, это будет наоборот только лучше. На марафоне по очищению организма вы применяете еще комбинацию эфирных масел? Да. Дело в том, что у нас вход в марафон идет через регистрацию в эфирных маслах по моей ссылке в компании Дотера. Я ввела эфирные масла год назад в свою практику. Я увидела, что они работают просто великолепно. И называю их подушкой безопасности. Поэтому сейчас у меня набор в марафон происходит через регистрацию в эфирных маслах. Но если вы уже являетесь пользователем эфирных масел, если вы где-то уже раньше регистрировались, то можно зайти в марафон платно, на платной основе. Марафон у меня бессрочный, вы в него входите и никогда не выходите. То есть можно бесконечно изучать, практиковать, быть все время в курсе всех дел. И это очень удобно, потому что по сравнению с тем, что сейчас в основном, когда люди покупают какой-то себе марафон или какой-то курс, в основном это всегда имеется отрезок времени. То есть есть начало и есть конец. А вот у моего марафона конца нет. То есть вы входите и все, вы в нем настолько, насколько вам это будет хотеться, пока вам это не надоест, пока вы не поймете, что вы действительно уже достигли предела, достигли совершенства и вам здесь больше делать нечего. Но пока еще, наверное, мы не дошли до такой степени с моими подопечными. На сегодняшний день это где-то 200, примерно 230 или около того участников в марафоне. Их количество все время пребывает. И я не собираюсь его закрывать. То есть на сегодняшний день мой марафон это такая, ну, постоянно, константа. Это такая константа в моей работе, постоянно в него идет набор. Просто каждый раз этот набор, ну, бывает немножечко разным. Бывают иногда какие-то акции, бывают, ну, какие-то особенности, может быть, набора. Но вот в этот раз особенность такова, что я приглашаю на ЦИГУ. Итак, я надеюсь, что найдутся добровольцы, которые захотят присоединиться в эту экспериментальную группу. Я думаю, что будет интересно. И, пожалуйста, жду ваши заявки в речку, в директ, в комментариях. Кому как удобно. Будет интересно поработать в этом направлении. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.